В управлении Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области прошло итоговое профсоюзное собрание, где был подписан новый коллективный договор. Подобный локальный документ разрабатывается в каждой организации, где есть члены профсоюзов. Положение договора тоже подстраивают под реалии каждого отдельного трудового коллектива. Социальные права и возможности обсуждаются непосредственно с сотрудниками, а уже потом утверждаются. Наличие такого документа призвано улучшить положение работников и расширить их возможности. Например, в управлении Министерства финансов по Гродненской области в рамках заключения прошлого коллективного договора включили норму деления отпуском на три части. В классическом законодательстве, напомним, такого положения нет. В Главном управлении Минфина по Гродненской области достигнуто такое понимание между профсоюзной организацией и нанимателем, у нас это называется, социальное партнерство. Здесь высокий уровень социального партнерства. Коллективный договор Главного управления Минфина по Гродненской области достаточно хороший. Он вобрал в себя очень многие нормы генерального соглашения, Гродненского областного и тарифного, которые заключены между Министерством финансов Республики Беларусь и Республиканским комитетом профсоюза работников государственных учреждений. В Главном управлении Минфина по Гродненской области рассказали, что организация старается выбирать и развивать направление поощрения сотрудников и их социальной защиты, а также поддержки ветеранов. Исходя из принимаемого коллективного договора, фактически мы взяли, изучили все на сегодняшний момент самое интересное, нужное. Все это в наш коллективный договор мы обсудили и внесли. А направлений много, здесь, знаете, главное, когда есть желание что-то делать для людей, то у нас все получается. Мы поощряем даже детей наших сотрудников, которые занимают, ну их родители поощряем, детей, которые занимают различные призовые места в различных конкурсах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова